Как будут развиваться отношения России и США в связи с сирийского вопроса? Сирийская ситуация в данном случае показала, что российское и американское руководство, по крайней мере, могут разговаривать. Несмотря на то, что особой безумной любви между российским и американским президентом нет, тем не менее какие-то разумные с точки зрения Америки вещи были восприняты. Ну, хорошо, уже радует. Потому что, к сожалению, тяжелейшая деградация политического истеблишмента, экспертного сообщества Соединенных Штатов, кадровая деградация по качеству приводит к решениям вроде поддержки радикальных исламистов по всему Ближнему и Среднему Востоку, от Афганистана до Ливии. В результате этого полный провал Америки везде, чрезвычайная опасность повышения радикального исламизма по уровню угрозы, в том числе относительно Америки, достаточно вспомнить прошлогодний 11 сентября. Но и для России провал Америки ничем хорошим не закончится, потому что люди, которые сегодня взрывают Соединенные Штаты или атакуют американских дипломатов, в России не друзья. И никакая радость по этому поводу совершенно неуместна. Что Вы думаете по поводу химического оружия? Вот Иран заявляет, например, что это именно оппозиция применяла химическое оружие в Сирии. Каждый кулик свое болото хвалит, поэтому оппозиция много раз говорила о химическом оружии Асада, и каждый раз проваливалась, и много раз пыталась организовать некие провокации для того, чтобы втянуть Запад в некую интервенцию против Асада. Иранцы в данном случае, скорее всего, правы. Более того, помимо иранцев, есть доказательства из совершенно нейтральных источников, в том числе есть информация от людей, которых оппозиция держала в плену, держала в качестве заложниками, из числа западных корреспондентов и профессионалов, которые просто симпатизировали оппозиции, и как-то вот перестали ей симпатизировать. К огромному сожалению, похоже, что компоненты химического оружия сегодня у террористических группировок воюющих против Асада есть. Продолжение следует...